В минувшем году мы стали свидетелями беспрецедентного давления на православную паству на Украине. Вообще, все, что происходит с церковью на Украине, вообще с церковью, происходило, наверное, только в середине прошлого столетия. И вот сейчас, кто бы мог подумать, священники подвергаются угрозам, иногда и здоровью, и жизни. На наших глазах идет посягательство на святыне. Что будет дальше вообще с православием на Украине, как вы думаете? Православие сохранится, но для того, чтобы сохранить православие, нужно идти на жертвы в этих условиях. И это не добровольное жертвоприношение, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит. Либо сохранить веру, либо от нее отказаться. И все те, кто будет сохранять веру, благочестие, верность канонической церкви, они, конечно, встают на путь исповедничества. Они уже встали на этот путь. Потому что действительно развязано в центре Европы, развязано такое гадкое гонение на церковь. Под лозунгами демократии, свободы и так далее. Я очень верю в силу духа православного украинского народа. Люди очень крепки в своей вере. Мужественные. Очень эмоциональные. Вот дай бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический кризис, но это духовный кризис. И вот эти все призывы, значит, демократизировать, вестернизировать страну, они, конечно, кружат голову тем, кто все эти призывы связывает с улучшением жизни людей материальной. Вот живут на Западе богатые хорошо. Вот если мы по этому пути пойдем, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, и стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое-многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества. Поэтому не берусь судить о том, насколько это с политической точки зрения правильно или неправильно, это не мой вопрос. Я сужу обо всем этом исключительно с точки зрения пастырской. Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира. Если они согласны принять это, все, они теряют свою идентичность, подлинность свою, перестают быть святой землей. А что же тогда подвиг святых угодников, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, вся эта монашеская традиция? На самом деле речь идет, конечно, несомненно, о борьбе с церковью, с православной церковью, которая являлась, и дай бог, чтобы в будущем являлась, великой нравственной и духовной силой украинского народа. Продолжение следует...